В рамках Всероссийского субботника омские волонтеры пришли навести порядок на участке между ТЮЗом и Домом Союзов. Мы активно занимаемся волонтерством, участвуем во всех волонтерских проектов и в рамках проекта формирования городской среды и голосования за объекты благоустройства мы с радостью вообще принимаем участие и хотим видеть наш город лучше и поэтому приходим на все активные такие мероприятия. Мы прошли обучение, мы знаем, что нам делать, мы будем привлекать всех граждан к голосованию, чтобы каждый мог поучаствовать в улучшении жизни города. На самом деле это здорово, я как человек, который любит вообще гулять пешком и когда ты ходишь и вокруг тебя видишь улучшение, намного-намного приятнее и от этого многие амичи еще больше любят свой город. Данная территория вошла в число объектов, которые амичи выбрали для благоустройства в 2022 году. Мы с вами присутствуем на территории, которая раньше называлась городским садом. Сегодня эта территория прошла предварительное голосование общественности и выбрана как объект благоустройства на 2021-2022 год. Есть два дизайн-проекта, разработанные архитектором «Бегуном» и дизайнерами «Лебедевым» и «Николаевым». Начиная с 26 числа по 30 мая будет проходить голосование по выбору данного проекта. Оба проекта очень интересные. Проект «Бегуна» возвращает данную территорию в те времена, когда это был горсад, с объектами исторического назначения, какими-то инсталляциями, тихими зонами отдыха, транзитными, пешеходными переходами, ну и вот где-то в таком направлении. Вариант, который предлагают дизайнеры «Лебедев» и «Николаевым», они делают акцент на соседство или на доминирующую составляющую этой территории – это театр юного зрителя. И будет довольно-таки интересная детская площадка со всякими лазалками, разнообразными конструктивами, фигурами и так далее. Ну и точно так же подразумевает тихие зоны отдыха, красивые транзитные переходы с улицы на улицу, ну и в обоих вариантах точные элементы озеленения. Напомним, что волонтеры проекта по голосованию за объекты благоустройства уже прошли обучение и с понедельника начали помогать жителям города выбирать понравившиеся варианты оформления общественных пространств. Сегодня мы хотим этим субботникам дать старт голосованию. Голосование у нас начнется 26 апреля, продлится оно до 30 мая. Соответственно, все желающие, конечно же, успеют проголосовать за понравившийся объект. Объектов у нас определено в городе 5, за которые можно будет проголосовать, а также определены объекты в городах Калачинск, Исселькуль и Тара. То есть любой житель нашего региона, независимо от того, где он проживает, может проголосовать как за понравившийся объект города Омска, так и городов, про которые я уже сказала. Проголосовать за дизайн проекта и объекты благоустройства жители Омской области могут как самостоятельно на сайте городсреда.ру, так и обратившись за помощью к волонтерам. Волонтеры у нас будут работать на 15 информационных точках. Точки начнут работать у нас уже утром в понедельник на многофункциональных центрах, которые расположены на улице Ипподромная, улице Мира, улице Красногвардейская, а также улице Чкалова. Затем с середины дня и в последующем в таком же графике будут работать, открываться точки в крупных торговых центрах. Посмотреть конкретные точки, где можно проголосовать, можно будет у нас на сайте регионального молодежного центра, который мы представляем. В региональном молодежном центре расположен штаб волонтеров голосования, соответственно, если какие-то вопросы возникают, может быть даже по голосованию самостоятельно дома, можно нам звонить, мы всегда подскажем, как это можно сделать.